А вот российские бизнесмены уже готовы идти в Беларусь. Правда, далеко не всегда спасать экономику страны. Об этом поговорили с экономистом Владиславом Иноземцевым. По поводу политического поворота Александра Лукашенко в целом уже все понятно. Вот сегодня Мишустин приезжал, разговаривал в Минск, и это уже не у кого не вызывает вопросов. Ну вот, а что Россия от всего этого получает взамен не в политическом плане, а в экономическом? Ведь наверняка есть интересы у России в плане экономики в Беларуси. В частности, хотя бы 328 миллионов долга, которые есть еще по нефти и газу. Ой, слушайте, вот на самом деле я думаю, что... Знаете, скорее всего, конечно, если Москва начнет сейчас снова идти на диалог с Лукашенко, то даже в нынешней его ситуации у меня есть ощущение, что практически все кончится, как обычно кончалось. В том плане, что это будет просто куча потерянных денег и никакого удовольствия. Потому что, смотрите, я, кстати, не в курсе даже был какой-то точный долг за газ и за нефть. Но так или иначе, смотрите, уже было заявление о том, что реструктурирован долг на 1 миллиард долларов, который в Беларуси должна была отдать через двух месяцев. Соответственно, только в Москве это решение было более-менее принято. Как тут же в Минфин пришел, еще одна просьба пришла на 600 миллионов долларов еще и сруктурировать. То есть, по сути дела, я думаю, что не только долги за нефть, но и, собственно говоря, долги по текущим кредитам, которые Беларусь должна была обслуживать, мы не увидим, если сейчас начнется такого рода братское взаимодействие в очередной раз. Поэтому я думаю, что, смотрите, мне кажется, что, как всегда, в России будет происходить один и тот же процесс, будут, скажем так, будут прощены государственные долги и будут получены выгоды какими-то отдельными частными предпринимателями. То есть, мы прекрасно понимаем, что есть целые промышленные группы, которые интересуют себя русскими активами, есть Сбербанк, который активно входит туда и кредитует очень многие проекты, включая там от недвижимости до промышленности и через свой Банк Беларуський напрямую. То есть, интересантов очень много на самом деле. И я думаю, что сейчас за счет прощения всякого рода государственных долгов достаточно лучшие наши предприниматели будут пролезать в Беларусь и пытаться оторвать какие-то куски тамошней государственной собственности. Потому что, на самом деле, приватизации там никогда не было, предприятия управляются очень плохо. По большому счету, если смотреть на экспорт, то где-то 3-4 предприятия, это нефтеперерабатывающие заводы, Беларуськали, собственно говоря, и все дают порядка 80% экспортной выручки, если не считать российского направления, я имею в виду европейского. Поэтому мне кажется, что как раз сейчас будет размен государственных долгов на частный интерес. То есть, получается, речь идет о том, что какие-то частные предприниматели будут получать государственную собственность в разных валютных рядах. Смотрите, но если говорить про инвест-климат в Беларуси, ведь то, что сейчас там происходит, наверняка даже российский айтисектор, который там присутствовал, скажем, Яндекс, скорее отталкивает. Есть ли у такой Беларуси, которая сейчас будет, видимо, разорена всеми этими действиями, какое-то будущее в плане инвестиций? Ну, смотрите, есть две Беларуси в данном случае. Если вы вспомните про Яндекс, я должен сказать, что если мы говорим о Беларуси в информационной сфере, то, конечно, то, что сейчас будет происходить, если начнется с России сближение, приведет к колоссальному оттоку даже не только внешних инвесторов, но и самих белорусских компаний, которые занимались информационными технологиями за рубеж. Просто потому, что российское законодательство в этой сфере, оно в последние годы настолько приводит к катастрофическим последствиям, то есть фактически фальсификация доменных имен, все, что касается законов мировой слежки и так далее, вот эти фильтры, которые вставляются между пользователем и конечными серверами. Вот все эти вещи, они приведут к тому, что в российской, скажем так, среде ни одна компания IT-сектора выжить просто не может, которая работает с западом. Беларуси и компания в основном работают именно на западной структуре. И в этом отношении, конечно, если Россия приходит в Беларусь, то им нужно всем как можно быстрее бежать. Это тут вопрос не может быть. Но что касается традиционного сектора, машиностроения, опять-таки, нефтеперерабатывающей промышленности, промышленности, химудобрений, там много достаточно серьезных активов, даже не говоря о пищевой промышленности и прочих вещах, которые ориентированы на Россию. Вот эти активы, они, конечно, будут интересны для российских предпринимателей не только как успешные, скажем так, предприятия, но и как конкуренты. Если вы помните, была в свое время, лет 10 назад, большая история по поводу попытки покупки или создания объединенной белорусской российской автомобилестроительной компании на базе КАМАЗа и МАЗа. Да, и в конце концерта, Лукашенко отказался от этого проекта. Но эта идея, она, на мой взгляд, вот такого рода идея. Они показывают одну большую мечту российских предпринимателей. По сути дела, объединиться с какими-то белорусскими предприятиями и задушить их. То есть, реально, допустим, тому же самому Рао-Калию белорусский Калий не нужен как активное представительное предприятие. Он нужен ему как руина для того, чтобы на китайском и центральном европейском рынке не было конкурентов. Поэтому мотивов для вхождения в Белоруссию российских предпринимателей много. Я думаю, что с точки зрения частного бизнеса это достаточно интересный момент. Получается, в данном случае, то, что вы рассказываете, означает, что если будет все вгрызаться так же, идти по такому же курсу, который сейчас намечен, то для Беларуси это будет такая маленькая или даже полномасштабная экономическая катастрофа, да? Ну, смотрите, приход... На самом деле, Белоруссия сейчас находится в очень тяжелом положении с точки зрения экономических перспектив, потому что если придет Россия, это будет экономическая катастрофа одного порядка. Если, допустим, туда придут в случае смены власти советники Международного Валютного Фонда, это будет экономическая катастрофа другого порядка. То есть, очень сложно сейчас реально пройти между вот этими двумя крайностями. То есть, реформировать вот такую плановую, фактически, очень советскую экономику в начале 21 века, когда ни в одной части мира фактически уже не осталось таких экономик, которые более-менее остались на плаву, это очень большая и сложная задача. Поэтому, конечно, вероятность того, что Беларусь пройдет это испытание успешно, на мой взгляд, очень небольшая. Но, еще раз повторю, российские предприятия, российские компании сейчас будут ориентироваться в Беларуси не столько на прямую выгоду, сколько на то, чтобы, по сути, экономически эту страну поставить на колени и сделать ее управляемой для России, даже без политического контроля. А забастовки, которые были организованы примерно несколько недель назад на ключевых предприятиях, вот они могут ли повлиять как-то на ситуацию? Или действительно в Беларуси сейчас забастовки не могут быть с такой формой политического протеста, который к чему-то приведет? Нет, нет, они являются такой формой, но, опять-таки, понимаете, есть два разных момента. С одной стороны, когда мы говорим о политическом протесте, да, белорусские забастовки – это форма политического протеста, которая может поменять ситуацию с точки зрения нынешнего режима, она может способствовать его краху, в конце концов, да? Но с точки зрения каких-то перспектив в контексте российских экономических интересов, я думаю, они абсолютно ни на что не влияют, потому что, еще раз повторю, российские бизнесмены в Беларуси приходят как агенты государства, и не более того. А санкции со стороны Европы, если они будут, опять же, введены, могут как-то повлиять на экономическую ситуацию в Беларуси? Может ли сейчас действительно Европа при желании задушить белорусскую экономику? Или речи не может о темном серьезном влиянии, потому что все и так связано с Россией? Нет, вы знаете, я думаю, что санкций не будет, потому что, еще раз, обратите внимание, ведь если даже посмотреть на совершенно такие самые серьезные случаи санкций, допустим, санкции против Ирана, которые были связаны не с поведением корпуса Стражей Саоанской революции, не выборами в иранский парламент, они были связаны с разработкой ядерного оружия и фактически с угрозой мира. Внутренние проблемы в Беларуси, они никогда не достигнут такого уровня отобоченности в мире, который позволит ввести очень жесткие санкции. Российские санкции были введены в связи с агрессией против Украины, в связи с событиями на Донбассе. Но, опять-таки, Беларуси никого свободно не нападает, никаких агрессивных планов они вынашивают, никаким оружием Европейскому Союзу и НАТО не угрожают. Поэтому я думаю, что максимум того, что может произойти, это какие-то персональные санкции против военных чиновников, которые на экономику никак не поверят. А вот в текущей ситуации, та экономическая ситуация, которая сейчас есть в Беларуси, сколько, на ваш взгляд, может еще текущая власть продержаться? Есть ли какой для нее реальный риск или это никак на нее не повлияет? Я думаю, достаточно долго. Смотрите, условно говоря, валютные резервы в стране перед самыми выборами были на достаточно высоком уровне на протяжении последних лет. Это, пожалуй, был самый высокий уровень за последние четыре года. Курс, который так многие вскликнули по нему, но он упал всего на 9%, и в последние несколько дней даже начали подрастать. То есть он тоже, валютный курс не показывает какой-то графической ситуации. Опять-таки, если Россия будет дальше откладывать погашение долгов, отсрочивать, то проблема выплат, собственно, для которой и готовятся обычные валютные резервы, в ближайшие месяцы не слишком остро стоит. Поэтому я бы, честно говоря, сказал, что экономически у Лукашенко может продержаться долго, потому что проблема-то, если он начнет увольнять рабочих, если люди не будут получать зарплаты, которые уходят на демонстрации, забастовки, то скорее это будет удар по благосторию людей в большей мере, чем по успешности Лукашенко-режима, потому что его резервы однозначно больше, чем резервы на СССР. А если мы уже с вами заговорили про санкции, то, конечно, сейчас нельзя не упомянуть уже другие санкции, которые сейчас грозят не Беларуси, а России в связи с отравлением Алексея Навального, те события, которые практически, по крайней мере, европейских СМИ перечеркнули на несколько дней белорусскую повестку. Вот на ваш взгляд, действительно, сейчас Германия и Евросоюз, в особенности Германия с ее северным потоком, может пойти на какие-то серьезные шаги против России? К чему нам готовится? Думаю, нет. Опять-таки, еще раз, смотрите, понимаете, ситуация в связи с такого рода событиями, она всегда играет в чисто политической плоскости. Вот, допустим, мы помним ситуацию с смертью господина Магнитского, да? Был Магнитский акт. Соответственно, как следствие, большое количество чиновников, судей, прокуроров оказались по этими санкциями, не имеют возможности иметь на западе собственности, выезжая за границу и так далее. то же самое может в полном произойти с людьми, которые были вывлечены или, вероятно, были вывлечены, хотя есть гораздо меньше подозрений в тем случае с Магнитским, в дело Навального. Но, собственно, российской экономике от акта Магнитского не стало ни холодно, ни жарко. Поэтому, еще раз повторю, понимаете, здесь нет возможности перевести легитимно и консенсусно для Европейского Союза, например, проблему отравления Навального в экономическую плоскость. Вот что проблема. Единственный вопрос, который может здесь происходить, но я так понимаю, что он не рассматривается и не стоит на повестке дня никогда. Это известный американский шаг, возможно, это изменение в известном списке Госдепартамента, который перечитает государство спонсора терроризма. Вот если решением государственного секретаря России оказывается в этом списке, то это означает катастрофические последствия, потому что в этом списке сейчас, по-моему, там четыре страны, там Ирана, Северная Корея, может быть, там еще Сомали или что-то, я не помню точно, по-моему, там четыре-пять стран всего. И вот в отношении них применяются очень жесткие санкции странам-американцев и, соответственно, они распространяются по экстратериальным принципам и на другие страны. Но и, собственно, на Мозе, для того, чтобы России в этот список внести, есть достаточно много оснований, потому что мы видим, что Россия занимается теоретической активностью во всех регионах мира. Но не пойдут. А все остальное на самом деле это как... А Европа же тоже такой шаг не поддерживает, скорее всего. Президент Франции говорит с Россией и многие европейские поддерживают. А это не вопрос Европы, понимаете? В Госдепе есть такой список, который не обсуждается с Европейским Союзом, когда они не узнают в страну. И из этого вытекают очень большие последствия. Из этого вытекает сразу же куча американских санкций тотальные. Мы помним прекрасно сколько было авиакатастрофы в Иране, просто потому, что в рамках такого подхода Боинг не мог обслуживать, даже делать тех обслуживание своих самолетов, которые там были. Даже если иранцы перегоняли их на другие аэродромы, на другие страны. Вот масштаб санкций такого рода, но и без всяких европейских санкций, которые наоборот европейцы, мы помним, прекрасно выгораживали иранцев достаточно долгое время, но санкции были очень жестокими. Поэтому Европа здесь ни при чем.